Открыли счёт на 22-й секунде. Первую шайбу в ворота хоккейного клуба «Кстова» отправил Денис Китаев. С каждым новым матчем сезона градус напряжения только растёт. Каждая победа приносит долгожданные очки, по которым определяют место команды в турнирной таблице. Отдавать победу легко команда «Кстова» не собиралась. До конца первого периода они забросили в наши ворота сразу две шайбы и ушли на перерыв со счётом 1-2. Они не дооценили соперника. Думали сейчас спокойненько, в развалочку. Увидели там 12 человек. У нас как бы три полноценных пятака, да, есть там заболевшие. Но от этого как бы не снимается никакое табу, что надо играть, надо выигрывать, тем более дома. Ну и в перерыве немножко тут дали им люлей, немножко разобрали эти моменты, где проиграли. Сделали работу над ошибками и дал свои плоды. В этой игре Саров остался без стройки. Нападающих румынин, селякин и калашников не смогли выйти на лёд из-за болезни. Однако настрой команды это не пошатнуло. Во втором периоде Саров забросил в ворота противника три безответные шайбы. Теперь удача была на стороне нашей команды. В третьем периоде «Кстова» так и не удалось отыграться. Гости пропустили ещё четыре шайбы. Финальный счёт игры – 8-3. Саров вышел в лидеры турнирной таблицы. Все понимают, реально сейчас любая ошибка, любое поражение и сразу слетаем ниже. И в плейф уходит только четыре команды. Поэтому всё сейчас на грани. Всё, работаем над этим, готовимся к чемпионату дальше. Хотелось бы пользоваться случаем. Приходите, болельщики, болейте. И делают для вас много, даже просто. Если делать ничего не будут, всё равно ходите, любите хоккей. Следующая домашняя игра пройдёт 25 февраля. Саров примет на своём льду хоккейный клуб АКС Павлова. Начало игры в 13.00. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.